Сингапур Сингапур Экономики, способные производить лучшие кадры, это экономики, в которых процветают цифровые технологии. По историческим меркам Сингапур – молодое государство. Оно появилось на карте мира в 1965 году. Глядя на эти футуристические небоскребы, не верится, что всего 55 лет назад здесь была бывшая колония с отсталой экономикой и без запасов полезных ископаемых. Отец нации, премьер-министр Ли Кун Ю вспоминал, нет ничего такого, что Сингапур получал бы бесплатно. Даже за воду нам приходилось платить. Действительно, пресную воду сюда экспортировали из соседней Малайзии. У страны ничего не было. Окружена она была совершенно недружественными соседями в те времена. И Малайзия, Индонезия, нельзя сказать, что были большими друзьями. Поэтому было стремление выжить. Затем принцип трансформировался в работать на опережение. Еще один лозунг Ли Кун Ю. Чтобы выжить, Сингапур должен быть экстраординарным государством. Если мы будем обычными, нас просто не станет. Эти слова были сказаны в тот момент, когда из всех ресурсов у Сингапура был только порт. В стране отсутствовала система образования. Население острова задыхалось от бюрократии и коррупции. Самым важным на ранних этапах были шаги, которые предприняло государство. Ли Кун Ю собрал эффективное правительство, которое постоянно думало наперед. Он установил хорошую законодательную систему и в первую очередь обеспечил низкий уровень коррупции. Это был его приоритет. В случае с Сингапуром мы справились с этой бюрократической коррупцией, повысив зарплаты и совершив уголовные преследования за коррупционные преступления. Быстрое расследование, уверенное исполнение со скоростью ветра. Ли Кун Ю выжигал коррупцию, так сказать, действительно очень серьезно. Кто-то сел, кто-то был вынужден эмигрировать. В Сингапуре уважать закон учат со школьной скамьи. Чистота помыслов поддерживается драконовскими штрафами, даже на бытовом уровне. Например, курение в неположенном месте 200 сингапурских долларов, езда в пьяном виде 1000, продажа алкоголя в ночное время тоже 1000. Все штрафы здесь прогрессирующие, а закон равен для всех. Главенство закона именно введение правил, по которым общество и люди должны были взаимодействовать с друг другом, позволило превратить мультикультурное общество Сингапура на тот момент состоящее из малайцев, индусов, китайцев, которые не сильно ладили между собой, в гармоничное социальное общество. Сегодня Сингапур занимает первые строчки в международных рейтингах по низкому уровню коррупции. Конечно, все это случилось не сразу, но планомерные усилия дали свои плоды. Они фактически сплотили нацию, а сильная правовая система обеспечила привлекательные условия для международного бизнеса. В 90-х годах прошлого века весь мир заговорил об экономическом чуде по-сингапурским. В общем, представление Сингапура – это финансовый хаб, прежде всего, туристический хаб. Но далеко не все знают, например, что более 20% мирового производства полупроводников сосредоточено в Сингапуре. 70% девайсов, которые производят микропайку, микросварку, так сказать, контактов микросхем, тоже сделаны в Сингапуре. Сингапур является единственной страной за пределами Великобритании, где Роллс-Ройс собирает движки для гражданских самолетов, самые новые. Сингапур сделал ставку на технологические производства. Для этого мини-государства электроника стала пропуском в четверку азиатских тигров. Вместе с Тайванем, Гонконгом и Южной Кореей Сингапур демонстрировал фантастический рост экономики и благосостояние граждан. Кроме того, огромное внимание уделялось долгосрочному планированию. Ли Кун Ю понимал значимость технократического государства, где важны технологии, наука и мышление наперед. Это и есть ранние стадии оцифровывания экономики. То есть мы полагаемся на экономику, основанную на знаниях. Экономика знаний – ключевой фактор развития Сингапура. Здесь никогда не стеснялись учиться у других. Один из авторов «Экономического чуда», первый министр финансов Го Кен Сви, заявлял. Неважно, какая проблема стоит перед страной, кто-то где-то уже решил ее. Смотрите, система рейтингов для госслужащих – это практика, которую мы взяли у General Electric. Потенциальный рейтинг – это концепт нефтяной компании Shell. А структура полиции, например, это то, что мы решили взять у Японии. Мы постоянно ищем те вещи, которые могут быть применены в Сингапуре. Другими словами, перед вами одна из самых прагматичных стран в мире. К примеру, в 1961 году правительство подписало столетнее соглашение с Малайзией по пресной воде. Тем не менее, почти сразу в Сингапуре стали создавать природные резервуары и заводы по десалинизации морской воды. Все это обеспечило независимость страны. Собственно говоря, секретов каких-то очень больших у страны нет. Ставятся задачи, они выполняются, страна идет дальше. Постоянно смотреть в будущее, ставить амбициозные цели и добиваться их – это рецепт управления по-сингапурски. Впечатляющий прогресс города-государства – заслуга его дальновидного руководства. Всего один факт. В современном Сингапуре приняты 23 дорожные карты, которые покрывают 80% отраслей экономики. И в каждой из них сквозной темой является цифровизация. Цифровизация – это перенос бизнес-процесса в цифру, серьезнейшим их реинжинирингом и также с реинжинирингом организаций. Например, со сведением тех функций, которые раньше были разрознены, например, функции учета или функции управления персоналом в единые центры обслуживания. В отличие от России, Сингапур рано встал на рельсы IT-технологий. Первое цифровое ведомство – Национальный компьютерный совет – появилось здесь еще во времена СССР. Уже в начале 80-х власти Сингапура задумались о всеобщей компьютеризации страны. Многое зависит от истории. Мы – молодая нация, если сравнивать с Россией. В России были смены режимов, развал Советского Союза. Я считаю, что неважно, насколько огромна страна. Сингапур – маленькая красная точка на карте по сравнению с Россией. Но мне кажется, что это сыграло нам на руку. В 2000 году мы уже работали над электронным планированием правительства. В 2000 году 90% территории Сингапура были покрыты скоростным интернетом. К нему были подключены почти все государственные учреждения. Но одно дело – создать инфраструктуру, условия. Другое – заставить людей пользоваться новыми возможностями. Позвольте рассказать вам историю. Когда появилась электронная почта, мало кто из госслужащих ею пользовался. Я предпочитаю писать на бумаге и все такое. К счастью, министр торговли и индустрии, который сейчас является премьер-министром, Ли Сянь Лун, был большим поклонником технологий. Поэтому все материалы сотрудникам он отправлял только по имейлу. И поскольку министр отправляет вам что-либо по имейлу, вы не можете просто сказать – «Нет, я пришлю вам в папке на бумаге». Поэтому да, не так уж легко изменить людей. Я общался с коллегой, который несколько лет был IT-директором одного крупного американского города. И он внедрял сервисы, когда ямку на дороге можно было сфотографировать с помощью мобильного телефона и отправить об этом информацию в муниципалитет. Для меня наиболее удивительным было то, что коллеги в государственных органах говорили ему «Джонатан, у нас так не принято, у нас так не делают». После этого я понял, что это явление, оно ни разу не только российское. Практика показала, что в процессе цифровизации все государства сталкиваются со схожими проблемами. В 2020 году Россия отмечает знаковый юбилей. Ровно 10 лет назад на информационном портале госуслуги появилась первая двадцатка онлайн-услуг. Давайте вспомним ситуацию 15 лет назад. Ходить в те или иные ведомства для получения услуг, допустим, для замены заграничного паспорта, нужно было исключительно запавшись валидулом. Поэтому Центр оказания госуслуг и Портал госуслуг был серьезным прорывным шагом вперед. И совершенно четко нужно отдать должное тем, кто это сделал. Сегодня на госуслугах зарегистрировано больше 100 миллионов россиян. В их распоряжении свыше 200 различных справок, лицензий и сервисов. К 2025 году 80% государственных услуг в нашей стране должны быть доступны в электронном формате. Проектирование, пилотирование и внедрение занимают время. Приведу еще один пример. Недавно я менял заграничный паспорт. Я зарегистрировался на госуслугах, я сделал все по хорошему цифровому процессу. Я пришел получать свой паспорт. Когда я уже подошел к окошку и видел свой новый паспорт, мне сказали, а вы принесли старый? А я ответил, а кто меня предупредил? То есть недостаточно создать удобную цифровую платформу, которая экономит время и нервы людей. Для максимального эффекта необходимо предусмотреть все нюансы, связанные с ее использованием. Если однажды вы решите, что за цифровизацией будущее, то, конечно, вам необходимо будет преобразовать все организации для обеспечения такого уровня изменений. Они должны думать на многих методологических уровнях для понимания того, что нужно людям. Без этого уровня мышления технология и цифровизация не сработают. Как же оптимизировать традиционные подходы госслужб? Как учесть все потребности людей? Управляющий директор компании IDEO Питер Овери работает в Сингапуре 10 лет. Он ведущий специалист в области инженерного, или, как его еще называют, дизайн мышления. Дизайн мышления — это новый инструмент, который помогает узнать, что действительно нужно людям и почему. Эта практика учит задавать вопросы, анализировать те решения, которые интуитивно принимают руководители и органы власти. Ты, в принципе, не должен полагаться на свои собственные представления. Необходимо выстраивать объективные метрики, необходимо выстраивать систему сбора обратной связи, систему аналитики. Мы недавно проделали пример такого анализа для замены водительского удостоверения. И участники дискуссии через два часа анализа с удивлением поняли, что тот процесс, который представлялся линейным, внятным и абсолютно прозрачным для гражданина, оказывается просто бегом с препятствиями. Главная цель новой практики — выйти за пределы стереотипов и привычных способов решения задач. Ее основные инструменты — это эмпатия, обратная связь, разработка прототипов и тестирование. Согласитесь, напоминает создание нового продукта в бизнесе. Именно оттуда дизайн мышления пришло в мир государственного управления. Например, это делают стартапы, чтобы понять, что люди действительно хотят, и показать пути достижения этого. Эти организации сумели взять то, что ничего не стоило, и превратить это в миллионы и миллиарды. Это происходит потому, что они используют процессы быстрой адаптации, изучают окружение. Правительству необходимо делать то же самое. Питер Овери регулярно консультирует госструктуры. По его мнению, даже в продвинутом Сингапуре только учатся применять новый инструмент анализа и задавать правильные вопросы. У нас существуют центры опросов граждан Сингапура о различных вещах. Мы также используем для этих целей искусственный интеллект и большие объемы цифровых данных. Ключом к пониманию граждан является принцип треангуляции информации. Мы пытаемся треангулировать то, что люди на самом деле думают с целью осуществления наилучшей государственной политики. Все службы постоянно должны улучшаться и совершенствоваться. Если мы будем проходить цифровизацию ради цифровизации, это будет неправильно. Но если цифровизация проходит для улучшения жизни общества, то это правильное мышление. Во-вторых, мы должны убедиться в том, что у нас есть достаточное количество людей внутри правительства для проведения цифровизации, потому что, в конце концов, это требует навыков. Безусловно, Сингапур не может похвастаться такими человеческими ресурсами, как Россия. Наше население просто несопоставимо. С момента становления государства этот остров столкнулся с дефицитом специалистов всех мастей. Кадровый голод Сингапур компенсировал продуманной политикой в области образования. Мы прошли несколько итераций и изменений совместно с быстро меняющейся экономикой. Что мы имели в 65-м, 75-м, 85-м и 2015-м годах? Все отличается, так как система образования меняется и адаптируется. В целом, она устроена таким образом, чтобы максимизировать потенциал каждого человека, независимо от социального и экономического положения. Идея заключается в том, что пока вы готовы тяжело работать, пока вы готовы думать, вы можете выжить максимум из своего потенциала. Современный Сингапур выработал четкую систему набора талантливых кандидатов в коридоры власти. Как правило, стартует она в стенах местных университетов. Мы даем большие стипендии многообещающим студентам, и после выпуска они несколько лет должны работать на государство. Мы обязательно даем им попробовать себя на разных позициях и обеспечиваем им возможность для постоянного обучения, улучшения своих навыков. Сингапурские госслужащие обязаны повышать квалификацию. Большинство из них проходят программы государственного и бизнес-администрирования. Эти усилия хорошо оплачиваются. Я считаю, что деньги для нас лучший мотиватор, поэтому мы платим по рыночному тарифу, а также перенимаем практики других компаний. Стабильных надбавок нет. Зарплата чиновника зависит от качества его работы. Премии за продуктивность достигают 6 окладов, но нет никаких гарантий, что вы останетесь на своей должности. Каждый год много людей увольняют со службы, потому что они недостаточно хорошо работают. В Сингапуре создана система, при которой зарплаты министров привязаны к зарплатам руководителей бизнеса в нескольких секторах. То есть существует система, как это делается. Соответственно, и от этого вниз пляшут зарплаты чиновников более низкого уровня. Благодаря такому подходу сингапурская технократия действительно может конкурировать с бизнесом на рынке труда. Глобальная цифровизация такой огромной страны, как Россия – это амбициозная и мегасложная задача. У нее практически нет потолка возможностей. Это привлекает многих капитанов бизнеса в ряды госслужащих. Существует еще одна причина для мотивации. Прогресс отдельной компании повышает ее доход, а цифровизация государства меняет к лучшему жизнь вокруг. И если взять, допустим, примеры той же самой счетной палаты, если взять примеры целого ряда отраслей и служб, коллеги, с кем я встречаюсь, у них предыдущий опыт смешанный, частный и государственный. Причем есть те, которые уже успели сделать переход от частного к государственному и назад, и еще раз назад. Счетная палата – один из флагманов цифровизации в России. В 2018 году это ведомство превратилось в площадку по внедрению цифровых технологий, которые уже дали ощутимый результат. В сложных комплексных системах процесс никогда не происходит с одинаковой скоростью. Всегда есть ведомства-передовики, которые движутся вперед. Можно упомянуть счетную палату, которая в серьезной степени меняет свои процессы работы с применением цифровых инструментов. И от ручной работы инспекторов, от ручной проверки данных, они переходят к сбору данных и к все более и более автоматизированной аналитике. Масштабы нашей страны и соответствующий госаппарат не позволяют равномерно проводить цифровую эволюцию органов власти. Вместе с тем в России существует несколько ведомств, чьи успехи в цифровизации на уровне мировых стандартов. Об одном из них мы расскажем чуть позже. А пока снова вернемся в Азию. Сингапур тратит миллиарды долларов на образование. Правительство стремится привлекать в управленческие ряды лучших из лучших. На самом деле, количество талантов собственного производства довольно мало. Подумайте над тем, что у нас рождается от 30 до 40 тысяч детей в год. Это очень маленький показатель для страны. Таким образом, мы должны увеличивать число талантов в глобальном масштабе. Смысл в том, чтобы увеличить число специалистов настолько, насколько это возможно. Нам нужны специалисты в робототехнике, искусственном интеллекте, интернете вещей. Сейчас мы видим целый поток студентов из разных стран, и мы должны обучить их нужным навыкам очень быстро. Это так называемый R&D-центр на территории Няньского технологического университета. В крупных компаниях эти подразделения отвечают за будущее. Они выстраивают технологические стратегии и ведут научные разработки. Российская фирма «Спортмастер» открыла свой центр в Сингапуре в 2015 году. По количеству R&D-центров, лабораторий, которые имеются в Инту, возможно, он входит в пятерку самых лучших вузов, которые работают с предприятиями. Поэтому, исходя вот даже из академической точки зрения, вы видите, что хорошая база по материаловедению, затем хороший опыт и поддержка со стороны государства и со стороны вуза уже достаточно было для того, чтобы попытаться организовать R&D-структуру именно здесь. Сингапурское правительство датирует это взаимодействие с иностранными компаниями. Университет предоставляет им научную базу и помещение. Взамен получает доступ к современному оборудованию и перспективным исследованиям. Мы используем для оптимизации состава утеплителей искусственный интеллект. При проектировании обуви, при разработке беговой обуви, мы используем 3D-симуляции и моделирование бега на компьютере. Таким образом, мы оптимизируем процесс прототипирования. И получая достаточно большой объем данных, мы их анализируем. И это служит реальным фидбэком, реальной обратной связью дизайнерам, для того, чтобы понимать, какие изменения нужно внести в модель для улучшения качества. В результате, вместо академических лабораторий, студенты оказываются на острие инноваций реального бизнеса. Эти образовательные программы и политика открытых дверей – залог конкурентноспособности Сингапура в мире новых технологий. Правительство Сингапура имеет стратегию того, как научить молодое поколение тому, каким мир будет завтра. И мы должны оставаться конкурентноспособными, мечтая по-крупному. Мы должны постоянно искать новые инновации, которые помогут в условиях существующего рынка. Сингапур не зря называют «кремниевой долиной Азии». Эксперты отмечают легкость ведения бизнеса, гибкости рынка труда, низкий уровень коррупции и развитие высоких технологий. Это привлекает сюда инвестиции и лидеров цифровой индустрии, которые нацелились на азиатско-тихоокеанские рынки. Сингапур является одной из самых перспективных стран в технологическом аспекте. Все это благодаря хорошему финансированию и коллаборациям. Вы можете наблюдать, как многие компании построили здесь свои штаб-квартиры. Все дело в льготах и поощрениях. Если вы посмотрите на корпоративный налог здесь, то увидите, что он очень низок. Адаптацией иностранного бизнеса в Сингапуре занимается сразу несколько государственных агентств. Встречи с их представителями приятно удивили топ-менеджеров российской компании – групп IB. Организация называется «Энтерпрайз Сингапур». У нас возник, я не вспомню какой, но какой-то вопрос. Господин исключительно компетентно, полностью на него отвечает. А потом говорит, что на самом деле, вы знаете, этот вопрос не в «Энтерпрайз Сингапур», а в другую организацию. Поэтому если вам нужно более подробно, более детально, вы хотите получить консультацию, пожалуйста, обратитесь туда. Мы спрашиваем, а почему вы тогда ответили? Почему вы вообще в курсе? Почему вы все знаете? Нам отвечают, что «Ребята, а у нас в Сингапуре есть такая полиси, называется «No Wrong Door Policy». То есть политика, где нет неправильной двери». Специализация групп IB – кибербезопасность. Их офис в Сингапуре открылся в 2019 году. Вообще такой аналог госуслуг – это Сингпас. И довольно интересно началось мое знакомство с этим сервисом, чтобы получить Сингпас, идентификатор, да, логин, пароль, аккаунт в местной госуслуге. Тебе нужно приехать в сервис-центр. Я был готов потратить там полчаса, час времени. 45 секунд – от момента, когда ты открываешь дверь в сервис-центр, до момента, когда ты можешь потребить с помощью своего телефона, дистанционно любой сервис, связанный с государством в этой стране. Бытовая сфера – не исключение. Старший аналитик групп IB Фей Сян Хэ приехал в Сингапур из Китая. Он до сих пор не знает, где в его квартире расположены счетчики коммунальных услуг. Во-первых, никакое лицо не стучится к тебе в дверь и не спрашивает, могу ли проверить показания счетчиков. Вместо этого все эти показания снимаются удаленно. Что касается оплаты, я могу организовать вычет суммы, необходимой для оплаты с моего банковского счета. В итоге все автоматизировано, и никакие человеческие усилия не требуются. Больше всего мне в этом счете понравился такой элемент гемификации. В виде графика в каждый месяц компания-провайдер электричества, воды и газа делает сравнение меня с жителями моего дома. В похожих квартирах. Я знаю, сколько в среднем потребляют жители таких квартир в моем доме, сколько экономные семьи потребляют, и я вижу себя на этом фоне. А вот простая услуга – подключение интернета в офисе – заставила директора представительства с грустью вспомнить о Москве. Вот загадка, сколько в Сингапуре должно занять времени подключение компанию к той же самой компании, которая здесь давала интернет несколько лет. Там висит ее провод, там и висит ее оборудование. Ответ удивителен. 30 календарных дней мне нужно времени, чтобы в проводе, который висит в моей серверной, с надписью оператора появился интернет. Почувствуйте разницу. В России этот вопрос решился бы за пару дней. Более того, некоторые отечественные компании объективно превосходят сингапурские по качеству цифровых услуг. Какие еще сервисы в Москве лично мне потреблять было гораздо веселее – это банки. Если я иду в магазин и покупаю бутылку молока по карте, ни в одном банке Сингапура, ни в одном приложении этого банка я не увижу эту транзакцию в ближайшие два дня. Ее не существует. Во многих банках мне даже смс-ка не придет. Я хочу сказать, что если Тинькофф придет в Сингапур и каким-то чудом получит банковскую лицензию, всем местным банкам не поздоровится. Банковский сектор с его популярными мобильными приложениями и дистанционными транзакциями – яркая примета цифровой России. В том числе благодаря таким технологиям наша страна ежегодно поднимается вверх в международных рейтингах инноваций. Есть свои лидеры у России и в сфере государственного управления. Наряду со счетной палатой название самого умного ведомства претендует Федеральная налоговая служба. Все началось с такой движущей силы, как необходимости для граждан и для организаций в меньшей степени контактировать с налоговой инспекцией, то есть с электронной отчетностью. А с онлайн-счетами, фактурами и с онлайн-кассами это необходимость снижена в еще большей степени. Условно говоря, организация работает, организация ведет бизнес, а в ходе учета этой самой деятельности информация поступает в налоговую инспекцию и для ряда крупных организаций налоговые получают доступ напрямую в учетные данные. Используется принцип прозрачность взамен на безотчетность. ФНС России все больше становится невидимой организацией. Но самое главное, ее эффективные системы сбора информации приближают нас к следующему этапу цифровизации, так называемой цифровой трансформации. Итак, цифровая трансформация. Она может относиться как к внутренним процессам государственного управления. Она происходит на фоне того, что мы имеем и накапливаем все возрастающие объемы данных и можем принимать решения на основании этих объемов данных. Данные различных министерств, ведомств и служб стали связаны между собой. Мы говорим об озерах данных, мы говорим о принципиально других инструментах как реализации государственного управления, так и контрольно-надзорных функций. Большие объемы данных — это нефть цифровой трансформации. На их основе алгоритмы искусственного интеллекта ищут закономерности, недоступные человеческому разуму. Обработка информации происходит с фантастической скоростью. Там, где раньше потребовались бы годы, анализ может занимать всего несколько секунд. Это экономит время, человеческие ресурсы и позволяет по-новому взглянуть на решение насущных проблем. Например, в сфере транспорта собирается огромное количество информации вплоть до того, каков трафик в метро. На каких станциях люди выходят и на каких заходят. Располагая большим количеством информации, государство может мотивировать людей ездить в разные промежутки времени. Представьте, 6 миллионов людей, которые хотят попасть в свои офисы в одно и то же время. Поднимается большая суматоха. Как и Сингапур, столица России, это мегаполис с высокой плотностью населения. По разным оценкам она составляет от 5 до 8 тысяч человек на квадратный километр. Оптимизация перегруженных городских систем, например, транспортных, актуальна и для Москвы, и для Сингапура. История обмена опытом двух мегаполисов насчитывает уже 15 лет. Москва начала приезжать в Сингапур в 2005 году. И начали смотреть, что здесь есть и как можно делать. Многое было взято из сервисов, которые есть в Сингапуре. Но где-то мы уже ушли вперед раньше. Например, наша парковочная система московская была внедрена гораздо раньше, чем в Сингапуре. Вопрос другой, что в Сингапурце посмотрели и в позапрошлом году, по-моему, тоже ее внедрили, но они сделали лучше. Дорожная сеть занимает около 12% территории Сингапура. Это высокий показатель. Для сравнения, жилой фонд этого густонаселенного острова примерно 14%. Борьба с пробками здесь задача номер один. С недавнего времени во всех машинах Сингапура появился компактный прибор, который привязан к банковскому счету владельца автомобиля. Эта коробочка – это универсальное средство авторизации на всех парковках страны. То есть это все дистанционно, он подъезжает, автоматически, значит, все там насчиталось. Шлагбаум открылся, денежки пошли капать, то же самое доступ на платные дороги. То есть универсальное средство сквозное все сквозь всю страну. Посредством этого же девайса автоматически снимаются штрафы за нарушения ПДД, за соблюдением которых следит армия умных камер с искусственным интеллектом. Появление таких сквозных технологий – это результат программы «Умная нация», стартовавшей в Сингапуре в 2014 году. Проект Smart Nation сводит вместе инновации, которые внедряются в Сингапуре множество лет. Smart Nation развивает эти цифровые технологии, чтобы сделать жизнь проще, удобнее, эффективнее, меньше использовать человеческий труд и продвигать Сингапур по лестнице цифровых технологий. Главная цель проекта «Умная нация» – это создание уникальной экосистемы. Она должна объединить трех китов цифровой трансформации – цифровую экономику, цифровое государство и цифровое общество. Цифровая экономика и цифровое общество, как и цифровое государство, не может существовать без интеграции и обмена данных. Надо понимать, что цифровое общество, оно во многом связано на big data analysis или анализ больших данных, и оно связано на интернете вещей. Потому что все, что касается создания Smart Nation, базируется на чем? На взаимоотношениях на медицине, на взаимоотношениях с государством, на передвижениях граждан, и на том, чтобы сделать инфраструктуру для жизни граждан максимально комфортной. Первой фазой Smart Nation была инфраструктура. На данный момент мы прошли ее. Как только данные пошли и их архитектура была установлена, у нас появились новые приложения, такие как Moments of Life, где в одном приложении объединены различные онлайн-сервисы. Приложение Moments of Life — цифровая новинка в сфере государственных услуг. Она рассчитана на родителей с детьми младше шести лет и пенсионеров старше шестидесяти. На одной платформе постарались реализовать конкретные жизненные сценарии, с которыми могут столкнуться эти категории граждан. Например, рождение ребенка. У меня трое детей. В ранние 2000-е, когда появился мой первенец, я был вынужден вручную регистрировать это на разных сайтах. На одном ресурсе регистрировал имя, чтобы получить свидетельство о рождении. На другом сайте регистрировался для получения субсидий и так далее. Сейчас правительство Сингапура придумало одно мобильное приложение, которое сводит все регистрации в одном месте. В традиционной модели эти данные были рассеяны по нескольким ведомствам, по нескольких службам. И задача следующего шага цифрового перехода для государства – свести эти данные воедино, возможность распоряжаться и принимать решения на основе этих точных данных о гражданах, о семьях, оказывать социальную поддержку. Что же касается пенсионеров, в Сингапуре много делают, чтобы пожилые люди не выпали из процесса цифровизации. Государство предоставляет им бесплатный доступ в интернет, обеспечивает смартфонами и оплачивает обучение на компьютерных курсах. Множество пожилых людей в Сингапуре начали посещать занятия, чтобы изучать цифровые технологии, как использовать смартфон, как разрабатывать приложения. Для молодых людей в этом нет никаких проблем, но для людей из 50-х, 60-х и 70-х необходимо обучение. Эти знания понадобятся им, чтобы использовать более 300 мобильных приложений и 1600 онлайн-сервисов для повседневной жизни. Уже сейчас 90% транзакций населения с государством проходит без личного присутствия граждан. По моему мнению, мы сейчас находимся на второй фазе, когда граждане действительно видят все преимущества Smart Nation. Третья фаза наступит тогда, когда мы сможем создать приложение, которое сможет объединить все возможные сферы и сделать их настолько понятными для граждан, насколько это возможно. Конечно, на пути к этой фантастической цели Сингапур ждет множество серьезных проблем. Центральный вопрос — защита информации. Чем больше конфиденциальных данных аккумулируют правительственные органы, чем чаще финансовые операции проводятся в онлайн, тем выше вероятность утечки. Впрочем, с такими же сложностями сейчас сталкивается и Россия. Представим себе, что мы выносим в цифру регистрацию юридически серьезных для гражданина сделок. Покупка, продажа квартиры, оформление наследства. Согласимся, что риски очень серьезные для гражданина. Допустим, сценарий потери имущества или сценарий потери наследства. Поэтому к внедрению этих новых процессов нужно подходить с исключительной серьезностью и продуманностью. Кстати, эти юридические онлайн-сервисы уже функционируют в Сингапуре. Поэтому мы попросили участников нашего фильма ответить на важный вопрос. Может ли опыт этого мини-государства быть использован в цифровой трансформации нашей страны? Первое. Россия находится на такой хорошей позиции с точки зрения масштабов, чтобы применять эти технологии. Второе. Россия также обладает возможностями, чтобы выжить из этих технологий максимум. Вы изначально были сильны в таких предметах, как наука, технология и математика. Знаете, что касается алгоритмов и машинного обучения, в России собраны лучшие умы. Но в некоторых странах процесс цифровизации идет быстрее. Как мы можем это ускорить? В соответствии с правительственной и образовательной программами, которые будут взаимодействовать друг с другом. Иногда лучшие практики могут оказаться далеко не лучшими конкретно для вас. Что важно, так это вычленить подходящие уроки и затем уже применять эти практики. Согласие — это ключ. Что я имею в виду под этим? Просто говорить людям, что делать, этого недостаточно. Вам нужно поддерживать их, так как они проходят весь этот путь сложных изменений. Я бы подумал не о цифровых технологиях. Я бы подумал о том дивизии, о той ценности, которую Сингапур принял для себя. Happy Nation — счастливая нация. Достаточно часто, как на уровне организаций, на уровне рабочих групп, во взаимодействии граждан и государства, мы действуем так, как будто между нами есть какой-то неразрешимый конфликт, как будто мы в окопе кругом враги. А если договариваться, если находить преимущество, если вот в терминах того же дизайна мышления пытаться найти точку комфорта, мы, возможно, я не говорю «примем напрямую», но творчески переработаем и применим к себе вот эту самую Happy Nation. А цифровые технологии, они в этом помогут, а не инструменты. Пример Сингапура — прекрасный мотиватор для тех, кто стремится в будущее. Цифровая трансформация дарит обществу и государству невероятные возможности. Мы позже других вступили на путь цифровизации. За короткий отрезок времени наша страна добилась отличных результатов. Сегодня у России есть воля и ресурсы для создания собственной уникальной экосистемы, жить и работать в которой будет умная и счастливая нация. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова